Улыбнись, мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в обновлённую версию игры WildCraft. То есть теперь у нас будет две игры в одной. Есть Ocean World и Wild World. Ну, я думаю, что мы в этом видео рассмотрим две версии игры. И сначала начнём, конечно, с WildCraft. Посмотрим, что нам добавили для Дикого Клуба. И какие скины ещё добавили для Орла. Я очень рада этому, потому что я за Орла не очень люблю играть. А тут интерес поднимется к этому животному. Так, переходим на Волга. Сейчас на всех животных просмотрим. А то, мало ли, вдруг разработчики что-то упустили. И специально нам не написали, и добавили. Так, здесь у нас из скинов ничего нет. И здесь у нас тоже из одежды, в принципе, ничего нет. Аксессуарчик вот этот был египетский, мне кажется. Да, он вместе с одеждой был ещё с прошлого обновления. Угу, одежду я выбила. А масочку я так и не выбила. Ладно, пускай он в этой одежде будет. Угу, приключаемся на лисичку. Решили снова порофлить нас разработчики, как это было в прошлый, ну, позапрошлый Новый Год, когда они добавили играбельное животное крокодила. Да-да-да, как раз на Новый Год, на новогодние праздники. Что меньше всего ассоциируется с Новым Годом? Это крокодил. Что меньше всего ассоциируется с Рождеством? Это же, конечно же, океан, дельфины и акулы. Ну, ладно, я, в принципе, я безумно рада этому, потому что это что-то действительно невероятное, масштабное и грандиозное. На мишку, по-моему, точно что-то добавляли из одежды, аксессуаров. Вот, египетской одежды не было, мне кажется. Вот такая масочка. Я не помню, чтобы она была. Нет, ее не было. И, получается, для новых скинов, для мистик-скинов добавили еще броню. Угу. Давайте мистик-скины эти оденем. Ну, как новые, с позапрошлого, тоже с прошлого обновления, которых до сих пор я еще не могу выбить. Вот такая броня на коричневый скин. Угу. И вот такая броня, сине-зеленая, то есть зеленая на синий скин. Тоже прикольно смотрится, очень классно идет это у мишки. Мне вот эти скины на мишку очень нравятся. Но они ко мне так и не пришли до сих пор, и, мне кажется, еще долго не придут. Так, на льва тоже добавили одежду. На всякий случай тоже просмотрим все скины, то мало ли. Вот такая египетская одежда на льва, очень красивая. И масочка. Ух ты. Тут всем маскам маска. Так, и на гепарду тоже добавляли одежду. Так, на гепардика. Вот такая одежка. Угу. И вот такая масочка. На гепарде очень аккуратненько все смотрится, очень красиво. Но, может быть, потому что у меня еще такой скин красивый, элегантный. На лошадку давайте тоже на всякий случай просмотрим. Вдруг что-то есть. Скины. Одежда. Слушайте, я вот такую одежду не помню. Я помню, была маска зеленая к этой одежде. К этой маске добавили одежду. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что-то я не помню, была она или нет. Но она мне не выпадала в любом случае. Ну, прикольненько. Давайте следующее животное посмотрим. Ага, сейчас будем скины рассматривать. Мистические скины на орла. Так, тоже в коллекции. Ну-ка, ну-ка. Вау, прям на бабочку похож орел. Я не знаю, ассоциация с каким животным. Может быть, с каким-то мифическим или сказочным. Ну, не знаю, не знаю. Это очень интересно. И амуниция тоже. Амуниция. Броня. Так, это маска, по-моему, с другой брони. Классная одежда такая. Как рыцарь теперь у нас. Он выглядит орел. Очень круто выглядит. Мне нравится. Классно. Вот эта вот одежда была точно. Вот масочку-то я не помню. Наверное, тоже была. Окей. Так, остался еще крокодильчик и тигр. Так, у нас крокодил. Ладно, пускай он будет на преобразовании. Здесь-то он все равно крокодил. Здесь ничего такого нет. Здесь тоже ничего нет. Окей. И тигр. Смотрим тигра. Тигра здесь нет. Ну, здесь тоже ничего нет. Но тигра тоже ничего не добавляли. Ну, и про это и не писали, в принципе, разработчики. Поэтому все окей. Все правильно. Есть еще действие. Я чуть было, не забыла. Вот, посмотри, действия. Вот такие действия на орла. Кстати, вот это действие. Он такой важный, такой важный. Ходит, крыльями помахивает. Очень важный орел. И действия на мишку еще от Вайлд Клаба тоже добавили. Класс, класс, класс. Теперь будем открывать сундуки чуть ли не каждый день. Ну, я не знаю, то ли играть в игры будем, то ли сундуки открывать. Здесь нужно будет еще не забыть проверить мини-игру. А, наверное, давайте сейчас это и сделаем. Сейчас сходим на какую-нибудь локацию. А давайте на последний, на Древний Египет. И посмотрим, добавили ли они такую же мини-игру, как это было с тыковками на Хэллоуин. Было бы здорово, если бы добавили. Допустим, давайте посередине в локации телепартнер. Это у нас кто? Это у нас кто? У нас таких животных не было. А, белые медведи в Древнем Египте? Вау! У нас враги новые появились. Ничего себе! Как такое можно? Это так круто! Новые враги, это очень круто! Класс! А кто здесь еще есть? Так, белые медведи, еще кто? Давайте побегаем, посмотрим. Прям так интересно. А это кто? Это тигр, что ли? А, тигр! Тигр, вы представляете? Это тигр? Обалдеть! Зимние животные здесь. Класс! Давайте тигра тоже побьем. Здорово! Ой, я там тоже... А, я вижу лисичек! Или это полярная лисичка? Песец! Ой, какая красотулька! Или это волк белый? Нет, это лисичка, по-моему. Я не знаю, кто это. Мне кажется, это лисичка, песец. Класс! Ой, как это все красиво! Мне очень нравится. Здорово! Можно еще побегать. А мини-игры я не вижу. Но здесь не... Вот здесь их не показывают, этих животных. Я думала, может быть, там в описании добавили. Я бы хотела посмотреть, как они здесь называются. Ничего такого нет. Подарочек, кстати, по-моему, по-другому чуть-чуть. Выглядит ли мне уже все кажется? Так. Ну, я не вижу ни елочных украшений, ни елок, ничего такого праздничного. А, подождите, это кто? Это кто? Это олень, что ли? О, это олень. Олень с упряжки Санта-Клауса. Рождественский олень. Класс! Здорово. Там подарочек. Я вижу, вижу подарочек. Все-таки мини-игра есть. Подарочек. Мы будем собирать подарки. Новогодние подарки. Давайте возьмем зубы подарочек. Угу. Теперь вопрос, куда его нести? О, я не вижу дорожку. Я не вижу дорожку. Я вижу снежинку, но я не вижу дорожку саму. Может быть, вот так увидим? Так, розовым цветом у нас подсвечиваются подарки дорожка и снежинок. Нам нужно будет в пирамиду, что ли, зайти? У меня снежинки показывают, что мне нужно зайти в пирамиду. Но я не уверена, конечно. Конечно, может быть, там у нас будет елочка в пирамиде. Давайте посмотрим. Не вижу ничего. И дорожка снежинок пропала. А, нет, это не в пирамиду нужно было. Окей. Исправляемся. Побежали, снеговичок, за мной. Нам нужно найти елку. Куда же нам класть подарки? А может быть, там будут сани с Санта-Клаусом? И мы туда будем складывать подарки? Так, а, я вижу елочку, елочка, новогодняя елка. И снег среди пустыни. Как это круто, снег среди пустыни. И мы здесь будем возле елочки складывать подарки, да? Ну-ка, кладем. Что-то подарок у нас не исчезает. Как-то мы его неправильно положили. Ну-ка, давайте-ка еще раз. Прямо под елку. Можно его положить прям под елку? А он не кладется прям под елку. Он кладется рядом с елкой. Найти, схватить и принести в настоящее время в этой точке. Ну, окей. Будем считать, что... Я не знаю, он почему-то здесь остался. Подарок его можно взять, а снова... То есть, когда мы собирали тыковки, клали их в котел, они исчезали. А подарочки не исчезают. То есть, я здесь могу много-много положить. Я могу вообще утащить подарок. Что-то как-то не так. Или что-то не срабатывает. Или какой-то баг. Мне так кажется. Ну, да ладно, разберемся уже в следующем видео. Сейчас нам нужно еще посмотреть подводный мир. Поэтому давайте перейдем в главное меню. И уже запустим новую игру. Прям не терпится мне посмотреть. Океан. Мы будем, наверное, играть за дельфина. Ой, я не туда нажала. Извините, на океан. Загрузка пошла. Отлично. Наконец-то я его скачала. И загружаемся. Ой, здесь меню чуть-чуть друг. Мы будем собирать икринки. Ого. И мы можем играть за акулу и за дельфина. Акула будет стоить 90 гемов. Ее можно купить за 90 гемов. И здесь сундуки. А, сундуки немножко по-другому выглядят. Они как будто бы как пиратские сундуки. Такие с кораллами. С водорослями. Класс. Ну, менюшка прикольная. Ладно, давайте сегодня поиграем за дельфина. Все-таки у нас как обзор обновления. И посмотрим скины. Ой, у нас пэты есть. Ой, какой симпатичный. Рыбка маленькая такая. Конек морской симпатичный. И скатик. Маленький скатик с такими большими глазками. Очень симпатичными. В горошек. Скатик в горошек. Я хочу такого ската в горошек. Так, здесь можно еще скины посмотреть. На дельфина. Ну, какая милота. Я очень люблю дельфинов. Класс. Ну, классные скины. Ух ты, есть такой вот розовый на меня похожий. И вот такой красивый. И лазурный. Ой, с такими носами дельфины тоже классные. Ну, на них нужны не только гемы, но и вот эти вот икринки. Где их собирать, я не знаю. Эти икринки. Как их собирать? Каптейн. Окей. Пускай. Пускай остается такое имя. Одежда даже есть. Ну, как такое может быть? Как может быть одежда на дельфина? Ну, я даже не знаю, буду ли ее носить, но вряд ли. Окей. Ух ты, аксессуары такие прикольные. Слушайте, с морской тематикой есть аксессуары. Есть такие с цветочками. Уже весна. Давайте посмотрим все действия. Быстренько пролистнем. Вот так вот он кусается. А, класс. Просто класс. Впечатления не забываемы. Обалдеть просто. Еее. Вот это классное действие. Ой, вот это очень здоровское. Как в цирке. Класс. Мое любимое действие будет. Так, у нас есть Дэн, коралловый лиф. Есть Средиземное море. Так, а, есть еще потерянный город Дэн, который можно купить за 180 гемов. Ооо. Но мы сегодня покупать ничего не будем, мы только посмотрим. Ладно, давайте посмотрим Дэн, коралловый лиф и отправляемся в Средиземное море. Тут организован настоящий цикл смены дня и ночи. Окей. Так, по-моему, мы сейчас не в Дэне. А почему мы здесь оказались сразу? Вроде бы как мы должны были заспаниться в Дэне. Ну, окей. Давайте сначала здесь посмотрим, что и как. Поплаваем. Посмотрим, как управление, что он прям так очень медленно плывет. Ну, прям очень медленно. Это странно. Я переключаю кнопку на быстрый бег, хотела сказать. На быстрое плавание, но он все равно очень медленно плывет. А туда я смогу проплыть? Давайте попробуем. Да, я туда тоже могу проплыть. Но я думаю, что это достаточно большая карта. Скорее всего, здесь даже есть боссы. Может быть и не один босс. Нужно будет все осмотреть. А что там внизу? Как-то странно все это. Ну, знаете, так необычно. Внизу у нас... А, у нас внизу скелет какой-то лежит. Я туда не поплыву. Я боюсь скелетов. Уже у нас есть квест. Победить четыре медузы и троих кого-то там. Рыбки какие-то, я не знаю. Я не разбираюсь в рыбках, поэтому не буду называть. Не знаю, как называются рыбки, поэтому ничего говорить не буду. Но нам нужно будет их победить. Квест я, наверное, тоже сейчас выполнять не буду. Я просто посмотрю. Здесь поплаваем. У меня уже энергия почти закончилась. Практически закончилась энергия. А, мы можем наверх вот так подняться. Мы можем подняться на самый верх и посмотреть на эту локацию сверху. Да? Угу. Да, мы так можем. Достаточно большая локация. Ого, к нам кто-то плывет. Это медузы. Ну, давайте попробуем напасть. Напасть на медузу. Так, я на какую-то медузу. Но здесь без пэта очень тяжело. Кстати, пэта нужно с нуля прокачивать. Здесь же нужно все с нуля прокачивать. Так, они меня сейчас победят. Ну, все. Ну, и заодно в Дене сейчас окажемся. А, или нет? А почему мы не в Дене оказались? Эй! Почему мы снова оказались в океане? Что за безобразие? Ладно. Давайте вручную тогда отправимся в Ден. Ой, какая красота! Ой-ой-ой. Точно коралловый риф на самом деле. Как здесь красиво! Так. Так. Ну, давайте тоже все осмотрим, поплаваем. Красивенько! Красивые здесь кораллы. Ну, очень классно, конечно же, что разработчики не стали загружать систему и не понатыкали очень много разных кораллов, водорослей. Но в Дене мы передвигаемся гораздо быстрее. Может быть, это потому, что мы ближе ко дну и возле, ну, прямо на дне мы передвигаемся намного быстрее. Чем выше поднимаемся, тем медленнее плаваем. Может быть, так? Ну, может быть, потому, что мы на первом уровне. Я уже не привыкла, я уже отвыкла играть на первом уровне. Давайте посмотрим, какая здесь мебель. Ох, а мебель тоже нужно будет покупать за игру. Я еще не совсем поняла, где ее и как зарабатывать. Ну, ладно. Давайте быстренько осмотрим всю мебель. Очень классная, кстати. Мебель очень красивая, с ракушечками, с кораллами, морской тематикой. Очень классная. Ну, вообще, разработчики, конечно, мне кажется, очень долго работали над этой игрой. Не меньше года точно. Здорово. Так. А вот и босс. Ну, здесь у нас достаточно большая карта. Так, чтобы дойти до босса, наверное, нужно где-нибудь поближе телепортироваться. Давайте куда-нибудь вот сюда. Я хочу посмотреть, что там за босс. Так, и отметку поставим, а то я сейчас заблужусь точно. В такой большой локации. Ой, там стайками рыбки, что ли, плавают? Или что? Или это икра? Проплывая. И ты не знаешь, что это такое. Будем все изучать вместе с вами. Будем все смотреть. Так, босс у нас с другой стороны. Поэтому плывем туда. Хочу посмотреть, сколько у него тысяч жизней. Смогу ли я его победить? Ну, конечно, очень навряд ли. Без поэта, без помощников. Ну, прям очень навряд ли. И, ага, я еще вспомнила. Здесь же мы еще должны найти партнера для того, чтобы размножаться. Ну, я так думаю, как в Альдкрафте. Правда же? Ну, пока что я еще никого не встретила. Но сегодня я бы не хотела в этом видео сразу его встречать. Я бы хотела все это снимать. Чтобы был контент. Давайте... А, внизу, да, действительно. Угу. Гораздо быстрее мы перемещаемся. Ой, там черепашка, что ли, сверху плавает. Рыбки всякие разные. Но я не буду на них нападать. Я хочу до босса доплыть. Я хочу посмотреть, что за босс. Может быть, акула какая-нибудь страшная будет. Страшенучая акула. Не знаю, не знаю. Наверное... А, я вижу босса. Это у нас... Это кто? Дельфин, что ли? А кто это? А, это кит. Это кит. Ой, я застряла. Да ты мой хороший касатик. Да ты мой лапочка. Он такой красивый. Он очень красивый. Это кит. Давайте поближе к нему подплывем. Чтобы посмотреть, сколько у него жизней и хпшек. Неужели мне придется на него напасть, чтобы посмотреть? Да. Восемь тысяч. Нет, я передумала. Не-не-не-не-не-не. Я передумала. Я не хочу на тебя нападать. Акула. Акула ко мне пристала. Акула отстань от меня. Я тебя боюсь. Я боюсь акул. Как не страшно, я опасна. Отстань от меня акула. Ну давайте куда-нибудь, я не знаю, подальше отплывем. Я очень надеюсь, что она от меня отстанет. А, мы можем получить подарок. И давайте здесь посмотрим информацию, кто здесь есть. Медуза. Ну мы уже с тобой встречались. Мы тебя победить не смогли. Розвищность. Да божечки, кошечки. Где же вы такие названия-то взяли? Лявицкий. Вы уверены, что эта рыба именно так называется? Я не уверена. Так странно. Морская черепаха. Осьминог. Класс. Баракуда. Вау. Дьявольская рыба. Вот это скат. Громшевая акула или громшевая. Это бы от нее убегали, что ли? Ну да, похоже. И убийственный кит. Ох, как он круто называется. Тут есть еще и статистика, критическая атака, там уклонение, все дела. Давайте откроем подарочек. И что же нам дадут? Тысячу дайте нам монет. Нет, 650 всего лишь дали. И за просмотр рекламы это нельзя увеличить. Очень жаль, а то бы я хотела открыть сундучок вместе с вами. Тут еще и достижения есть. Ну здесь много всего интересного. Конечно, вполне возможно, что я еще не все вам показала. Не все посмотрела. Будем это все делать. По ходу действия все это будем снимать. Конечно же, время от времени будем видео выкладывать на канал. Так что подписывайтесь, чтобы их не пропустить. А с вами была Кошечка Прикай. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok